С вами Лара Шум и сегодня мы с вами попутешествуем по шести станциям метро. Три станции метро в Екатеринбурге и три станции метро в Москве. И в Москве, и в Екатеринбурге есть станции Ботаническая 1905 года и Чкаловская. Стрелочка направо, поворачиваем направо и нас ждёт ещё один экскалатор. Ребят, я первый раз, честное слово. Предлагаю нам сегодня посмотреть, чем они отличаются, какие станции метро лучше и интереснее по дизайну. Также я расскажу вам, чем же похожи город Екатеринбург и город Владимир. Что у них общего? Идём, идём. О, ещё один экскалатор. Прикольно. И одна станция метро не будет вписываться в нашу программу. Геологическая. Она находится в городе Екатеринбург. Я назвала эту станцию станцией будущего. Тут, кстати, пахнет метро. Реально метро. Вот как метро пахнет у нас в Москве. Тут то же самое. Внимание, сейчас будет такая люстра прикольная. Так, ну что? Действительно, станция довольно-таки интересного дизайна и интересных находок. Напоминает немножко инопланетный корабль. Так, ну, в принципе, современное, красивое метро, кстати. Почему он сказал, что у них в метро делать нечего? Мне очень нравится. Так, теперь надо найти, как доехать до Ботанического сада. 8-9, через остановку я буду уже на месте. Сейчас посмотрим, в принципе, обычные вагончики. Ну, как везде. Ничем не отличаются. Я думала, тут немножко будут отличаться вагоны. Станция Ботаническая, конечная. Станция Ботаническая, финальная дестинация. При выходе из вагонов не забывайте свои вещи. Москва, Москва, учитесь. В Екатеринбурге, по-моему, живут супер-пупер дизайнеры на самом деле. Потому что много всего интересного здесь есть. Разные статуэтки на каждом шагу. Такие вот интересные находки необычные. Вы бы видели, господа Екатеринбуржцы, нашу ботаническую станцию. Это метро Ботанический сад у нас в Москве. Ботанический сад. Потолок на Ботанической станции в Москве, конечно, уступает потолку в Екатеринбурге. Там он напоминает улей. Да и сама станция у меня ассоциируется с большим ульем. Мне нравится дизайн потолка. В Москве нет такого дизайна, как здесь. Прикольненько так. Море ульев. Осторожно, двери закрываются. Ну, вагоны пустые, как хорошо. Сейчас сяду, займу место. Слушайте, у меня такое ощущение, что я в московском метрополитене просто еду сейчас. Просто с Москвы вагончики взяли и поставили в Екатеринбург. Следующая станция Чкаловская. Ну вот, Чкаловская только в Екатеринбурге. Слушайте, опять же, намного приятнее, чем в Москве. Вот честное слово. Подсветка такая интересная. Как бы самолетов не вижу. Самолет весь на потолке, скорее всего. Чкаловская. На крыльях потолка нанесен бортовой номер Чкаловского самолета. Эти буквы подсвечиваются разными цветами. Чкаловская в Екатеринбурге для меня это не станция метро. Это музей, посвященный легендарному беспересадочному перелёту через Северный полюс из Москвы в Америку. Видите, сам командир экипажа, Валерий Чкаловский, второй пилот. Теперь, по крайней мере, мы можем понять, как они выглядят. Логично. И штурман Александр Грюков. Нам вот тоже не хватает вот этой истории, вот этого ознакомления. Потому что молодёжь сейчас вообще не знает, кто такой Чкалов. Посмотрите, какая прелесть. Москва, Архангельск. Да, разница во времени. В Москве сейчас 16.00. Ванкувер и Сан-Франциско. О, классно. Теперь я знаю время в Ванкувере и в Сан-Франциско. Слушайте, молодцы, конечно. Молодцы, ребятки. Ну вот, видите, у нас ничего интересного нет, в отличие от вашего Екатеринбурга. У вас там самолёты, информация. А у нас тупо, чисто станция метро Чкаловская. И всё. То есть никакой информации, просто Чкаловская, Чкаловская. И всё. В отличие от Екатеринбурга. Ну и направление. В какие мы станции будем ехать. Вот и всё. Ну, у нас ещё есть туалеты, ребят. У нас есть ещё туалеты. Ну что ж, следующая остановка 1905 года. Для вашей безопасности держите из-за поручни. Ну, это площадь 1905 года, но не знаю, ребят. Что-то меня пока никак не вставило. В Москве, наверное, круче будет наша площадь 1905 года. В Екатеринбурге станция метро называется площадь 1905 года, а в Москве улица 1905 года. Отличается метро 1905 года и глубиной заложения. Москва имеет 11 метров, а Екатеринбург – 35. В Москве находится 239 подземных станций метро. В Екатеринбурге их только 9. Проспект Космонавтов и заканчивается Ботанической. Вот такая маленькая веточка метро, но всё равно приятно. Но они намерены расти и удивлять нас дальше своим интересным дизайном. Ну вот это метро в Москве 1905 года. И ура, ура, ура! Всё же я считаю, что это единственное московское метро, которое всё-таки выигрывает по дизайну перед городом Екатеринбургом. И всё же 2-1 в пользу Екатеринбурга. Билет в метро Екатеринбурга стоит 26 рублей, а в Москве билет единый – 60 рублей. По карте «Тройка» – 42 рубля. Если вы гость столицы, то рекомендую купить карту «Тройка». Залоговая стоимость – 50 рублей. Но в Москве сейчас делали так же, как и в Лондоне. Залог можно вернуть при возврате карты в кассу. Экономия поездок и возврат денег будет приятным бонусом. Вот. Длинный такой экскалатор у нас получается с вами. Ну, в Москве тоже такие же длинные экскалаторы. Вот. Как-то так. Такое вот у нас было небольшое с вами маленькое путешествие по метро в Екатеринбурге. Ну, что ж, давайте выходить сейчас с вами из метро. И в городе Екатеринбурге, в городе Владимир стоит один и тот же памятник. Памятник аптекарю. Да, они выглядят совершенно по-разному, но все же соединили два города. В Екатеринбурге памятник более молодой, а во Владимире аптекарь выглядит более старше. Давайте посмотрим на этих двух чудесных аптекарей. Может, вы знаете еще города, где есть памятники аптекарю. Пишите в комментариях. А также напишите, что вам больше всего понравилось. Какая станция метро? В Москве или в Екатеринбурге? Или, может быть, вы еще знаете, что есть общего в этих городах? Екатеринбург, Москва, Владимир. Одинаковые памятники, фишки. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и поделитесь этим видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok